Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Знаете, время от времени я делаю на своем канале различные обзоры на сериалы, фильмы или аниме. Обычно мной движет желание поделиться с вами чем-то интересным, чем-то, что меня впечатлило. Однако, в этот раз причин для создания данного видео у меня несколько. Во-первых, я хочу справедливости. А во-вторых, я хочу рассказать вам про анимационный фильм, который я сразу же занес в список своих любимых произведений. Называется он Клаус. Привет! Чем занимаетесь? О, нет! Мамочки! Если вы следите за тем, что происходит в мире, то, наверное, знаете, что недавно состоялась церемония вручения Оскаров. Четыре месяца назад я советовал вам посмотреть фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Меня он так впечатлил, что я просто не мог не поделиться с вами. «Паразиты» совершенно заслуженно получили четыре премии Оскар. В номинации «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм на иностранном языке». Если вы еще не смотрели «Паразиты», то обязательно ознакомьтесь с моим обзором по ссылке в описании. А потом бегом смотреть. Но давайте перейдем к сути. Если вы посмотрите список победителей премии Оскар 2020, то вы увидите, что лучшим анимационным фильмом стала «История игрушек 4». Да, фильм хороший, заканчивает целую сагу, но он вторичен и в целом ничем особым не выделяется. И вот тут я хочу справедливости. Среди номинатов был анимационный фильм под простым названием «Клаус». Если вы сейчас найдете его на кинопоиске, то увидите, что у него оценка 8,7, а сам фильм занимает 64 место в топ 250 фильмов. И знаете, лично я считаю, что он заслуживает даже большего. И я недоумеваю, почему Клаусу не дали Оскара. Но давайте обо всем по порядку. Клаус является испанским полнометражным анимационным фильмом режиссера Серхио Паблоса, который известен как один из создателей франшизы «Гадкий я» и «Миньоны». Однако для понимания того, что из себя представляет Клаус, на личности режиссера стоит остановиться подробнее. Еще в 90-х годах Серхио Паблос работал художником-аниматором и художником по персонажам в компании «Дисней». Он принимал участие в работе над «Горбун из Ноттердама», «Керкулес» и «Тарзан». У него появилась идея создать свой собственный анимационный фильм, но в духе старой школы, когда еще использовали 2D-анимацию. Серхио сетовал на то, что многие анимационные фильмы перешли на 3D, при этом сами проекты стали ремейками или продолжениями популярных франшиз. Он хотел доказать, что классическая анимация еще жива и может выглядеть не хуже современных 3D-картин. На самом деле я хорошо понимаю, о чем он говорит. Даже японская анимация постепенно переходит в 3D из-за более простого и дешевого производства, что, конечно же, очень печально. Чтобы фильм был более привлекательным для зрителя, было решено добавить к классической технике анимации также технические инновационные элементы, которые позволили бы картине оставаться двухмерной, но при этом выглядеть объемной и приятной глазу. Проект многие посчитали рискованным, и после череды отказов его в итоге под свое крыло взяла Netflix, который многие ругают за все подряд, и выделила финансирование. Благодаря этому 15 ноября 2019 года на Netflix состоялась премьера Клауса. В основе сюжета Клауса находится вымышленная история мифа о появлении Санта-Клауса. Главный герой картины, Джеспер, является обычным мажором того времени. Он целыми днями валяется на шелковых простынях, развлекается, ест лучшую еду и не хочет вообще ничего делать. Его отец – богатый владелец почтового бизнеса, в частности пытается исправить своего сына, но безуспешно. Тогда отец решает поставить своему избалованному Джесперу ультиматум, что тот должен отправиться в самый удаленный город за полярным кругом и наладить там почтовую сеть. За год должно быть послано 6000 писем, иначе Джеспер лишится доступа к деньгам, а его беззаботной жизни придет конец. В итоге Джеспер отправляется в город Смеренсбург. Там он с ужасом обнаруживает, что понятия почта в городе вообще не существует, а местные жители разделены на два лагеря, которые постоянно враждуют между собой. В тот момент, когда Джеспер уже практически окончательно отчаялся и смирился со своей участью, он встречает старого ремесленника по имени Клаус. Больше о сюжете говорить не стоит, так как это вам нужно посмотреть самим. Хоть в основе фильма Клаус и лежит история о таком сказочном персонаже, как Санта Клаус, но сама история максимально реалистична. Главный герой картины именно почтальон Джеспер, который является циничным и расчетливым человеком. Клаус тоже обычный старик, живущий в лесу, мастерящий игрушки и имеющий свои собственные проблемы и душевные травмы. Тут нет никаких эльфов или магии, как в обычных рождественских историях, но при этом картина пропитана невероятной теплотой и сказочной атмосферой. Зрителя знакомят со всеми основными мифами о Санта-Клаусе, логически и реалистично обосновывая их появление, будь то оленья упряжка или угольки плохим детям. Сюжет в Клаусе действительно интересный, оригинальный и в целом необычный. В самом начале обзора я говорил вам про возрождение 2D-анимации, который пытался добиться режиссер. Вы сами все видите на экране. Картинка просто потрясающая. На нее приятно смотреть. Она правда выглядит объемной, но при этом не является 3D. Невероятный стиль, который, я надеюсь, в будущем возьмут на вооружение и другие студии. Я получил от визуальной составляющей фильма примерно такое же удовольствие, как при просмотре недавнего Человека-паука через вселенные. Вы можете, конечно, посчитать, что я перехваливаю, но на мой взгляд в Клаусе замечательно все. Музыка, картинка, анимация, сюжет, персонажи и так далее. Даже если и есть какие-то огрехи, то их даже просто не хочется замечать или искать. При просмотре Клауса возникает какое-то необычное теплое чувство внутри, а невероятная атмосфера не дает оторваться от экрана ни на секунду. Друзья, я могу долго расхваливать Клауса, но вам просто нужно выделить время и посмотреть его самим. Я уверен, что никто из вас не останется равнодушным, и эта картина займет свое достойное место в вашем личном списке любимых фильмов. Знаете, друзья, есть люди, которые не смотрят так называемые мультики, ведь они для детей, а я-то уже взрослый, такой не смотрю и так далее. Так вот, я уверен, что Клаус придется по душе совершенно всем, людям любого возраста. Как дети, так и взрослые найдут в нем для себя то, что затронет струны души и, возможно, даже чему-то научит. В общем, друзья, смотрите. Если вы уже посмотрели Клауса, то напишите ваше мнение в комментариях. А если посмотрите по моему совету, то обязательно поделитесь вашими мыслями. Мне приятно, что многие из вас доверяют моему мнению и смотрят фильмы, которые я советую. Спасибо. Ну что ж, друзья, до встречи в следующих видео и до свидания.